Ребята, всем привет! И вот заключительная третья часть по обходу трубы в технике двойного фальца. В предыдущих роликах мы все замерили, передние части, все задние, боковые, и изготовили, принесли, установили. И сейчас мы начнем это все дело фальцевать. Поэтому начну я с карниза, сделаю подвозку карниза, и потом уже постепенно боковые части, задние части. И будем готовить его уже полностью, для того, чтобы от трубы уйти в правую сторону и в левую сторону. И также уже можно было зацепиться за оклад другими картинами на двойной лежачий фальц. Как-то так? Поехали! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 то мы не зря этот носик оставили потому что видите как она уходит если бы мы ее оставили не не оставили то у нас бы сейчас фальс ушел бы вот так вот вот сюда бы так вот сюда бушу а этого я показывал другом ролике здесь получилось бы дырка грубо говоря поэтому нам посмотрим надо срезать всего смотрим это вот так вот у нас как раз у нас будет под загибом загнется и вот здесь у нас рядышком получается вот так вот здесь загнется уже малый то есть здесь она загнется вторым фальцем как раз но в этом ослабление будет одинарный они 4 металла надеюсь понятно выпрямляем фальц и мажем фальц гелем и ставим детальное место все то же самое будет из с другой стороны опять же крепим же в наши отверстия которые были хотели и можно здесь тоже в край зафиксировать итак ребят элемент стоит и нам он здесь тоже сделать прослабление давайте тоже наглядно покажу вот у нас есть тут линия я вас будет подниматься метку поставили и с стороны тоже давайте нарисуем эту линию возьмем от нее 35 миллиметров начали тем линия отреза нарисовали смотрите давайте предположим что у нас тут тоже не предположим а завалится конечно же потом тоже так же вот у нас получается линия подъема линия отреза и линия малого фальца тут 9 миллиметров и мы соответственно связаем вот так вот ослабляем ослабляем все так оставим потом отрежем все здесь у нас готова берем наш элемент и нам здесь тоже мы отрисовали потому фальца и мы здесь тоже оставляем сантиметр сначала можно взять побольше и потом уже подровнять что мы и сделаем здесь доведем заусенцы будут тоже появились берем радиусные ножницы и и равняем все готово наносим фальцгель и ставим наш элемент на место также прихватываем в те же отверстие которые у нас есть все прихватили и с того края я делаю то же самое что делал здесь и потом вернемся к этому центральному ребят забыл вам показать о том элементе что важно сделать а тут в этом конвертике чуть развернуть вот так вот конверт взять ножницы и где-то миллиметров 30 отступить от угла и на 25 миллиметров вниз надо вырезать флажочек вот так если бы у нас был открытый конверт внешний то не надо было бы делать этого а так как у нас внутренний конверт этот флажочек надо вывернуть в эту сторону потом когда мы будем загибать здесь он нам пригодится и так ребят я поставил элемент на место сделать то же самое что и здесь теперь надо ослабить здесь фальц смотрим нашу линию ставим метку здесь смотрим ставим рисуем на подводку мы будем отворачивать сюда 4 сантиметра 4 4 и по такому же принципу как и на тех фальцах загибаем наглядно вам было понятно вот у нас линия перегиба вот у нас линия отреза вот у нас будет подгибка соответственно мы вот так вот убираем ослабляем фальц вот так и ставим нашу деталь на место предварительно все конечно же смажем фальцгерем и тут фальчик тоже А те же свои места, отверстия прихватываем. Все, у нас все стоит на своих местах, везде фальцы послаблены уже, фальцгель в фальцах и сейчас начинаем монтировать, фальцевать. Итак, ребят, начинаем зафальцовывать наш фальц. Изначально надо вот у малого фальца срезать один сантиметр, вот так вот. И, соответственно, также и большой по нему же. Это делается для последующей отгибки. Все хорошо приходит. Берем хапики и чуть-чуть намечаем наш гиб. Можно делать разными способами, можно подгибать, можно поставить оправку, на отправке все подбить. Я привык делать так, поэтому будут делать так. Яночку. Здесь чуть-чуть еще подогнуть и расслабить. Вот у нас идет дисфальчик. Вот лишний металл, чтобы здесь два потом не было. Убираю. можно сразу же второй на г-образный завернуть, чтобы фальц не выскочил при фальцевании радиуса. Вот так сделали. И берем оправочку, прижимаем ее сбоку, чтобы меньше вибрации было. Хорошо растягиваем его. И когда бьем кияночкой, все время делаем это постепенно, заворачиваем туда. Не сразу здесь согнули до конца и потом здесь везде начинаем гнуть, а делаем это все туда-сюда, туда-сюда постепенно, растягивая металл. Все, первый фальц готов. И начинаем делать второй. Также немножко намечаем. Сильно не надо. Можно делать это на оправке металлической. Кто как. подогнули. И так же туда-сюда, туда-сюда вводим и потихонечку металл тянем и растягиваем. Проверяем, чтобы у нас фальчик не разошелся на радиусе. Тут можно чуть сильнее подвернуть. И продолжаем фальцевать. Тут уже вдвойной закрутили. И начинаем радиус потихонечку заворачивать. Класс. Класс. вот у нас пальчик зафальцевал ся идем на это край и так я вот здесь тоже послалил тоже как на том фальца а вот и делает тоже самое операция все то же самое с каждого пальца практически также ослабим эту кромочку уберу а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также здесь Начинаем подворачивать Случим Случим Чуть-чуть уменьшим фальчик Субтитры сделал DimaTorzok Я увидел Завусенчики Их надо убрать И так же у нас получается, что отсюда фальц, деконверт перехлёстывает туда Соответственно, вот этот фальчик, который отсюда идёт Он будет стремиться всё время стать больше, чем отсюда, который идёт Поэтому надо подрезать Есть Здесь стремится вылезти Надо его прижать Секундочку Чуть-чуть разогнуть, поправить Задницей в камере Давайте я переставлю Вот сюда Вот так вот Мне надо подпереть конверт Давайте камеру вернём На место Вот сюда Вот сюда Здесь видна грунтовка От складки Начинаем делать второй загиб Так, сделали Надо опять камеру Передели Я буду работать с той стороны Так Всё сюда Проверяем Проверяем Всё хорошо И теперь опять меняем камеру С другой стороны Проверяем Проверяем Здесь чуть-чуть надо Проверяем 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 Есть Есть Проверяем 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 Ну вот Ну вот Отличненько Всё зафальцевалось Переходим Следующему этапу Теперь ребята Загибаем По кругу Наши 25 миллиметров У меня есть Клещи Вот такие С прямым Я их вставляю Заворачиваю И Образуется Конвертик Ещё и опять дождь пошёл Загибаем Проверяем С certeza Проверяем Было К boя Проверяем Базан Трудовые Проверяем Где Трудовые Поверяем Проверяем Трудовые заворачиваем сюда заворачиваем сюда а куда же пошел надо аппаратуру спасать подождем так дождемся пока дождь закончится и завернем или я уже заверну потом а потом вам уже покажу как будет готова потому что здесь принципе ничего сложного нет просто заворачиваете отгибайте везде все здесь где у нас мы подрезали чтобы конвертик образовался заворачиваете чипом окна переживая за камеру давайте отключу камеру все сделаю и потом покажу что получилось ну и вот ребят загнул нет ничего в этом сложного по периметру просто отгибаете и не конвертики получается их просто складываете и все если уж вы сделали зафальцевали этот то отогнуть для вас не будет никакой проблемы и и теперь мы поднимаем укладываем фальцы и поднимаем с этой стороны и с этой стороны и итак ребят мы сейчас закладываем наши фальчики аккуратно берем хапы и и чуть-чуть подламывая усаживаем тоже пробиваем и сразу сильно в одном месте а постепенно вот так подвалили чтобы у нас было место поднять вот потом еще дальше привалим и сейчас мы берем шуруповерт рисуем наши линии подъема 35 миллиметров 35 миллиметров есть здесь есть вот такой вот молоточек вот где у нас будет подъем там пробиваем он такой остренький наш российский производитель ппк делает есть ролики на канале по поводу инструмент ппк отрезаем лишний поднимаем поднимаем и там где места пальцы заложены можно подложить здесь бьем здесь поднимаем тем самым закругляя чтобы не резкий перелом был такой уложен посильнее здесь пальцы у меня оправка была приложим сюда чтобы не поднимала картину когда будет закладываться дождь и заправку поднимаем так пока остановимся и продолжим когда дождь кончится и так ребят пока шел дождь я также отогнул и вторую сторону сейчас нам осталось еще подвернуть один загиб сделать как вот д-образным здесь с помощью оправки и киянки сейчас отсюда в цирокус поставлю камеру и буду показывать итак оправка у меня есть как раз 24 миллиметра и по ней я буду сейчас заворачивать заворачивать подобьем у кого нет оправки могут здесь 24 миллиметра отметить линейка нарисовать и хапом загибать все загнули и отрезаем оставляя ножницы оставляя 9 миллиметров отрезали чуть-чуть подровняем и ставим клеймера тут поставим возле вальца два чтобы он его хорошо протянул здесь сплавы еще не нужны потому что труба это глухая зона и все то же самое делаем с другой стороны ну что ребят эту сторону я тоже сделал так как эту сторону заклеил уже все наши отверстия от саморезов где мы прихватывали скотчем и в принципе нам осталось только завернуть вот этот вот фальц для подводки картин на двойной лежачий фальц что мы сейчас и сделаем и так мы откручиваем саморезы также приваливаем немного фальц предварительно немного его сбив в этом месте расправим эти фальцы и нам надо отрезать лишнее тут линии есть 40 миллиметров тут нарисован и отрезаем и также поднимаем свадь тихо 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 э Вот так. Осталось поставить сюда климера и будет готово. Сейчас поставлю и уже будем завершать. Ну что ж, ребят, поставил самодельные клеймеры, закручивал, смазывал каждый тоже клеймер и закручивал два самореза и накрывал саморезы этим же клеймером, как делали в старину. Также проклеил фасад с примыканием скотчем везде по кругу, потому что следующую трубу будут делать это, вот, и не будет защищенный как бы, вернее он будет защищен, потому что там везде мембрана, если даже попадет туда вода, между мембраной и металлом, она всю с карниза вытечит. Но я, чтобы такого тоже не было, все равно проклеил скотчем. Теперь туда вода освободиться не будет. Все, сформировал. Все наши отверстия заклеил, которые мы делали саморезами. Вот так получилось у нас с вами. Надеюсь, все было понятно. Ну вот, ребят, закончили мы наш обход трубы в технике двойного фальца. Надеюсь, было все подробно, все вам понятно. Вот. Дальше я буду делать ту трубу, обходить таким же способом. Единственное, что там не три картины спереди, а четыре. Остальное все то же самое, по сути. Вот. И когда мы уже сделаем ту трубу, мы будем закидывать картины. И я вам покажу, как подводиться на двойной фальц. Вот. Как-то так. Ну, ребят, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на группу вконтакте, подписывайтесь на инстаграм. Ссылки будут все в описании. Все. На этом все. Всем пока.